Девушки отдыхают 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 Эй, это ж тебя хотели повесить, да? Эй, Хуби, у тебя особый клиент Тот самый Пилигрим с базара Стой! Я просто покупатель Значит, это был Хуби, да? Ага, у него срочная встреча с другим покупателем Девушки отдыхают Ну да, ну да, ну да Как он? Он убегает Узнаю Хуби Подожди-ка, вижу его, бежит на север-восток Быстрее, Эйден! Быстрее, Эйден! 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 Кто здесь, чувачка? Мне сегодня дурак! Я тебя вижу, ублюдок! Как он? Его здесь нет! Это невозможно! Я видел его! Этот хорёк спрятался! Посмотри вокруг! Полез наверх! Видишь это здание ВГМ? Он лезет на крышу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом конец! Чёрт! Сука потерял его! Он должен быть на той крыше! Найди его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, знаю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хуби! Хуберт! Я просто хочу поговорить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отстань от меня! Я ничего не делал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не бей меня! Я ничего не знаю! О чём? Я ещё ни о чём не спрашивал! Я ничего ни о чём не знаю! Клянусь! Говорят, ты скупаешь краденое, м? Скупаю? Никогда! Перепродаю? Ну да, но... Я ищу Лазаря! Оружие Лукаса, бывшего командира миротворцев! Только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас! Ага, тогда не буду! Знаешь что-нибудь о Лазаре? Ты шутишь? Даже если бы мне предложили эту пару костетов, я бы не взял! Я не дурак! Это оружие уж слишком горячее! Откуда ты знаешь, что Лазарь это парные костеты? Я об этом не говорил! Да ладно! Кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса? Он всегда выставлял их на показ! Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы так же подумать, что я убил Лукаса! А это чушь! Ну, кто-то пытался продать их, верно? Я же сказал тебе, я... Ладно, хорошо! Может, опытался, но я не могу сказать, кто! Конфиденциальность клиента! Хватит придуриваться! Говори, или... Её зовут Майя! Я встретил её в многоквартирном доме на Мидпэкин сквер, недалеко от старой мясной лавки! Но больше я ничего не знаю! Отстань от меня! Там рядом ещё вроде какие-то армейские казармы! Я найду! Я найду! Хакон! Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря! Ты знаешь Майю? Нет! Странно! Я думал, что знаешь всех местных женщин! Я пойду на Мидпэкин сквер! Мидпэкин сквер! То ещё место! Там казармы, построенные в двадцать третьем году, когда всё пошло по пизде! Она должна жить в одном из домов неподалёку! Хорошо! Будь на связи! Именно! Сколько стихиц! Позволь! КОНЕЦ! Офигация! КОНЕЦ! ПОНЕЦ! 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 Девушки отдыхают. 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 С ингибиторами. Обнаружен катейер с ингибиторами. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обнаружен катейер с ингибиторами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Время. Стоило начать еще недели назад. Что за херня творит? Это что за херня? Как больно. Вы не помните, когда это случилось? Я же сказала, я потеряла счет времени. Мы тебе покажем, что ты сделаешь мужаками. Я не могу. 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 Хорошо, что у меня есть работа, и мне не нужно об этом беспокоиться Такие вещи происходят постоянно А убьют потом именно нас Эта территория принадлежит миротворцу Пилигрим вернулся, надеясь, не с пустыми руками Я нашел Лазаря Да что от меня, я был прав, ты смог то, что мы не смогли Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекинг Сквер Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца Я взял их у девочки, ей лет десять, она его не убивала, нашла на трупе Стоп, к этому мы еще вернемся, оставь нас Я выполнил работу, теперь твоя очередь Пропусти меня в центр Я решаю, когда будет открыт туннель в центре Лук, Пилигрим Командование хочет, чтобы я нашел убийцу Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим, я держу свое слово Во-первых, возьми это, в знак моей благодарности Айтер, мне нужно в центр, ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тоже хочу попасть в центр Луп Там моя жена и дети И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь Туннель будет открыт, когда я найду убийцу Это понятно? Ты можешь помочь мне А можешь подождать, пока я найду его сам Я вижу кровь на лезвиях Лазаря Перед смертью Лукаса удалось ранить убийцу У него должны быть ужасные раны Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе Ладно, есть подозреваемые? Командир был убит на базаре Наверняка кто-то из них Жители базара простые люди Зачем им бросать вам вызов? Вот почему я хочу узнать правду до того Как будет отдан приказ о применении силы К тому же Внешность бывает обманчива Они хотят от нас избавиться Они думают, что анархия Ключ к созданию нового мира Что ж, сейчас кругом одна анархия Карл лицемер и мошенник Промывающий людям мозги Своими хитрыми речами Он говорит, что все равны Но это чушь Нельзя быть лидером и равным одновременно Я постараюсь найти убийцу Прекрасно Это твой билет в центр Возвращайся на базар Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно Но это совершенно секретно Никому ни слова Звучит серьезно Тот, кто убил Лукаса Забрал маленький трофей Вырезал татуировку С его мертвой руки Кто-то надругался над трупом Это серьезный залет Именно так Если парни узнают, что сделали с Лукасом Их не удержать И начнется бойня Я рассказал тебе Потому что если ты найдешь этот трофей Ты найдешь и убийцу Лукаса Понял Прямо сейчас и займусь Ты же Эйден, так? Эйден Ты еще жив? Беспокоишься за меня, да? Конечно У меня большая надежда на тебя, Эйден Жду тебя снаружи Мы следим за тобой Ничтожество Смотри, ничего не натвори Эйден Надеюсь, ты... Айтер Есть минутка? Хочешь мне сказать, что уже нашел убийцу? Пока нет Хочу кое-что спросить Только быстро Знаешь что-нибудь о человеке по имени Вальц? Давным-давно Когда я был рядовым Патрулировал Сентрел Луп Я наткнулся на отряд Ренегатор Я был один Напуган Но я не убежал Они меня почти убили Но... Их командир вмешался Приказал им остановиться Он посмотрел мне в глаза и сказал Почему такой храбрый солдат служит Мэтту, а не мне? Когда поумнеешь Приходи в крепость Уильямса Он собрал своих, а они ушли И только позже я узнал Что это мог быть Вальц Он хотел завербовать меня Ты говорил, что хочешь вернуться в Сентрел Луп к своей семье А не все для меня Знаешь После того, как расследование зашло в тупик Я спрашиваю себя Может в погоне за повышением и... Новыми заданиями Я забросил семью? Не обращай внимания Почти у каждого из нас есть кто-то в Сентрел Луп Все хотят вернуться туда Лукас был хорошим командиром? Слишком хорошим Иногда мне даже хочется, чтобы он не был таким компетентным Ты о чем? Знаешь С ним трудно состязаться Я помню времена, когда мир пахнет только тюрьмом И гнелым мясом Не задерживайся, гражданин Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса Только тогда он пропустит меня в Центр Делаешь для него грязную работу? Неудивительно Он велел мне начать с базара Я так и думал Миротворцы и базар ненавидят друг друга Только двое на базаре что-то решают Один из них – надутый проповедник Карл Это я знаю А еще кто? Софи Его правая рука Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре Еще и Славкач Он все знает о том, кто, когда, с кем И Джо со своими бандитами Но не боятся миротворцев Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу Или предпочтешь девушку? Софи? Видишь ли, она не в моем вкусе И упрямая Да, боже, сам увидишь Мясник – наш самый злейший враг Именно он в ответе за бомбардировку в Черный Понедельник И смерть двух миллионов человек Я за тобой слежу Веди себя достойно Это территория миротворцев Впечатляющий ассортимент, да? Субтитры сделал DimaTorzok То, что нужно всем и каждому Вот это я понимаю Хорошее приобретение Весьма впечатляет В трудную минуту Тебя это может спасти Береги себя, понял? Не буду начинать сначала Надеюсь, у Айтера есть решение для нашей проблемы с водой Уже теряем доверие людей Ты хочешь товаров? Их есть у меня Показать тебе что-нибудь поближе Блин, да, беру А если найдешь еще? Хорошо, что у тебя нашелся лишний экземпляр Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, ты вернешься, дружище Другие друзья, дружище Идет наш целый Другие друзья Именно он в ответили за комфортировку в Черный понедельник И смерт двух миллионов человек Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Он чужак, пилигрим. Что? Он пришел из-за стен? Ни хера себе. Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. Остерегайся миротворцев. У них нет друзей. В этот раз с биомаркером. Карл велел отвезти тебя к нему познакомиться, если ты появишься. Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. И запомните, человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом на глиняных ногах. Мы не должны повторить эту ошибку. Он не хотел, он был вынужден, ты был угрозой для всех. Конечно. Не слушайте глупцов, призывающих к реконструкции. Никакого восстановления не будет. Кто бы мог подумать, пилигрим на базаре. Добро пожаловать. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. Вижу, ты затаил обиду. Но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего базара. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Надеюсь, ты нас простишь. Итак, будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Слухи – это все, что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать. Ты волк или овца? Так кто ты? Мне не нравится эта метафора. Ах, да, ясно. Пилигримов не интересует метафора и поэзия. Они предпочитают действовать. Кстати, о действиях. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Есть посылка для нее. Неправда. Прости. Софи никого не знает вне Велидора. Она родилась и выросла здесь. Наверное, поэтому она так заботится об этом месте. Она мне очень помогает. Так что, если это не посылка с соседней улицы, мне придется назвать это блефом. Кто сказал, что это блеф? Я. Это видно за милю. Ну да ладно. Я скажу, где она. И знаешь, почему? Почему? Потому что даже если у тебя дурные намерения, она с тобой справится. Мы с тобой справимся. Точно так же, как справились в прошлый раз. Иди туда. Пока не увидишь настоящего великана. Это Герман, силохранитель Софи. Она будет рядом. Спасибо. Не трудно было? Не лги мне больше, Пилигрим. В конце концов, я ведь не лгу тебе. Просто отвечай мне тем же. Если вода закончится, нам всем пиздец. И гражданским, и миротворцам. София, нужно поговорить. Не трогай его, Герман. Пусть говорит. Я... Эйден. Тот Пилигрим, что недавно пришел в город. Ты хорошо информирована. У меня нет выбора. Я здесь отвечаю за безопасность. Кроме того, ты вчера довольно эффектно появился. Я ищу работу. Есть что напрямить? Хм... Говорят, ты можешь быть полезен. Но я хочу сама убедиться. Как насчет небольшого поручения для начала? Что ты предлагаешь? Подойди к нашим мастерам. К Альберта или Квинчанца. Они оба знают, где находятся самые чистые кристаллы. Они нужны мне. Для... одной сделки. Ты сказала, что отвечаешь за безопасность на базаре. Что это значит? Это значит, что я проломлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. О, а из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Это истинная революция. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Альберта и Квинчанца. Расскажи о них. Отец и сын. Альберта, отец, часто запинается. До эпидемии у него была своя мастерская и куча денег. Его сын, Квинчанца, немного застенчивый. Оба отличные мастера. И умны. Могут сделать часы из старой жвачки и струны. Мне нужно что-нибудь знать об этой одной сделке. Как говорит Карл, любопытство – первый шаг на пути в ад. Ты в это веришь? Я верю, что не надо доверять незнакомцам. А тебя я не знаю. Пока еще. Сначала узнай, где находятся кристаллы. А там будет видно. Эти кристаллы. Что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок. Своего рода побочный продукт. Люди верят, что если носить их с собой, инфекция распространяется медленнее. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но попробовать стоит. Так поэтому они для вас так важны? По этой и многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить и еще сложнее отдать. Они ведь такие красивые, верно? Но самое главное – это реальные, осязаемые вещи. Намного более реальные, чем старые деньги. Вот почему они такие чертовски дорогие. Ладно, я поговорю с одним из ваших мастеров. Они должны быть на базаре. Если справишься, тогда придумаем тебе работу и посерьезнее. Когда ты открытые фильмы смотрел. Эй, ты. Да-да, ты. Тебе работа. Я Дэмиан. Эйден. Ты здесь новенький? Какая разница? Я горжусь тем, что знаю всех на этой помойке. А вот тебя – нет. Может, потому что я недавно в городе? Правда? Уважаю. Слышал, за стенами города вечная резня, да? Как это относится к работе? Никак, друг. Я тебя оцениваю. И пока мне нравится то, что вижу. Насчет работы. Прежде всего, с твоей стороны требуется держать язык за зубами. Ты будешь вести дела с моими партнерами. А эти дела касаются только их. И все. Ты найдешь их в западной части Куориэнд. Они тебе все объяснят. Ясно. Пойду к ним. Не заставляй их ждать. Я не шучу. Нельзя тянуть. Чем-то озабочен? Смотри, Урбан, твой любопытный друг вернулся. Работу нашел? Пока не везет. Здесь нужно не везение, а характер. Как у тебя? Смело. Ладно. Чего жаждет твоя голодная душа? Такой, как ты, должен много знать. Что ж, не буду это отрицать. Может, кто-то нашептал тебе, что случилось с Лукасом? Знаешь, я слышал, что в городе появился пилигрим. Любопытный. Сует нос чужие дела. Путается под ногами. Очень похож на тебя. Не может быть совпадением. Может, может. Я в них не верю. Так ты знаешь что-нибудь о смерти Лукаса? Это дорогая информация. Тебе не по карману. Давай, я отработаю. Есть работа для меня? Отдай режима секретарю, и мы с тобой свяжемся. Да хорош уже. Я не шучу. Ведешь себя, будто ты тут хозяин. Это чертовски смело. Люблю таких людей. Или лучше сказать, пилигримов. Ладно. У меня есть небольшое задание для такого крутого парня. Справишься с ним, и мы увидим, чего ты стоишь. Что нужно делать? Пустяк. Найти парня, который опоздал с доставкой моего заказа. Он несколько дней не выходит на связь. Возможно, прячется от меня. Обычно он не заставляет меня ждать. Как и остальные. Кто он? Хуберт. Мы зовем его рукожопым Хуби. Знаю его. Подходящее прозвище. Узнай, что с ним случилось на этот раз. Хорошо. Я вернусь, когда с ним поговорю. Он живет в самом высоком здании на окраине Тринитикорту базара, в Хорсшу. Мимо не пройдешь. Но вот как его найти, уже другая история. Зачем? Хуби не просто скупщик краденого. Он делает деньги на всем и прячется от половины города. Хуберт Параноик. Живет, как крыса в лабиринте ради безопасности. Нужно будет забраться наверх и найти один из его тайных ходов. Я справлюсь. Назови ему пароль «Сайонара», и он поймет, что ты от меня. Понял. Когда-то у меня была огромная, большая... Допустили ошибку. Бог нас точно за что-то наказывает. Мастерская, Пал. Да, мастерская. Ну и где она? Ты сейчас на мастерской, Альберто. Интересно, что творится в Сентрал-Луб, когда миротворцы закрыли туда путь. Лучшие товары базара для тебя. Я от Софи. Она говорит, вы знаете, где есть кристаллы. Что-то новенькое. Так где эта темная зона? Сто... Сто и двадцать... Сто... Пап, можно я скажу? Прошу. В ста метрах от метро. Там есть большая вывеска «Фэшн-стор» и ветряк на другой стороне улицы. Спасибо. Добро пожаловать, покупатель. На Софи работают любопытные люди. Например, пилигрин. Идешь на турнир в мясорубке? Там все сливки соберутся. Головная боль помогут травам. Жаль, травы, диарея. Эйди, слышала, ты был во внешнем мире. Ну и как там? Эй, отвали! Пссс, Эйди. Продаешь воду? Заплачу пол кристалла за галлон. Говорят, в этот раз турнир будет совсем экстримально. Сюда. Сюда. Что? Что ты узнал? Я узнал, где это место, но мне сказали, что твой брат уже о нем спрашивал. Герман, проверь, не включил ли Барни рацию. Барни? Ответь мне. Барни! Черт. Так вот, почему он отключил рацию. Решил сам найти кристаллы. Снова он вставляет палки в колеса. Как я понимаю, это уже не в первый раз? Нет. Он постоянно пытается отличиться. В прошлый раз его ранили. И это было не так давно. Все в игры играет. Я убью его. Просто убью его. Как был ранен Барни? Он не хочет говорить. Я думаю, что это были миротворцы. У брата есть от тебя секреты? Это не твое дело. Барни, ответь мне! Да пошло оно все. Если в таком состоянии, он отправится в темную зону. Ему конец. Я могу попробовать его найти. Ты? Я уже бывал в темной зоне. В госпитале ВГМ. В госпитале Святого Иосифа? Правда? Если ты спасешь его, ты не пожалеешь. Время все еще есть. Барни, скорее всего, будет ждать до заката. Идти в темную зону днем – это самоубийство. Главное, приведи его домой живым. Сделаю, что смогу. Удачи. Барни, похоже, сошел с ума. Он ведь ранен. От этого парня, Барни, не жди ничего хорошего. Может, Софи будет лучше, если он не вернется. Офигеть. Офигеть. Что мою? Стекло seule, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Чувак, пить-то как хочется Чувак, пить-то как хочется Чувак, пить-то как хочется Пить-то как хочется Чувак, пить-то как хочется 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 Пить-то как хочется